Спортивный зал в 22-й школе, единственный во Владимирской области, где возможно проводить мероприятия по спортивному туризму регионального уровня. Мероприятие собрало около 180 юных спортсменов. Большинство из них успешно прошли трассы 2-го и 3-го класса в дистанции, подтвердили и выполнили свои спортивные разряды. На дистанции 2-го класса им предстояло пройти такие этапы, как подъем и спуск по наклонной навесной переправе, подъем и спуск по вертикальным перилам, подъем и спуск по стенду с зацепами. Спортивный опыт у всех участников соревнований разный, но все хотят совершенствовать свое мастерство в дальнейшем. Ощущения непередаваемые. В зальной дистанции я редко бегаю. На самом деле мне нравится больше бегать на природе. Длинные дистанции с ориентированием. Так тоже очень интересно. По мне так, наверное, навесная переправа, которая сейчас молодой человек проходит, самое сложное. Некоторые проходят на специальном жумаре в понтине, а некоторые используют свои ноги, руки, подтягиваются. Это гораздо сложнее. Несмотря на то, что в начале этого года спортивный туризм был внесен в программу всероссийских спортивных игр школьников, президентские спортивные игры и президентские состязания, по словам Оргкомитета соревнований, в нашем регионе еще есть над чем работать. У нас в регионе совсем сложно обстоять дела с спортивными и президентскими играми, да и с спортивными состязаниями. Не хватает времени для полноценного проведения этих двух прекрасных соревнований. И поэтому в спортивный туризм входит дополнительный вид. Естественно, на все дополнительные виды вообще не проводятся. В Владимирской области не хватает времени. Смена, которая должна длиться 21 день, по положению у нас проходит за 4 дня. Ну и в таком положении находится не только спортивный туризм, но и многие другие виды спорта. В то же время на городском уровне есть некоторые подвижки в этом направлении. В этом году мы разговаривали уже, вели переговоры с управлением образования. И есть предварительная договоренность о том, что фестиваль Владимирская тропа, он будет включен в этих рамках, как раз вот муниципальный этап президентских игр. По словам организаторов соревнований, сегодня важно выстроить всю цепочку от муниципального до федерального уровня по участию школьников в соревнованиях по спортивному туризму в рамках президентских состязаний. В спортивной России уже более 15 лет сотрудничать успешно с туристским клубом «Меридиан», который работает в нашем городе Владимире, с Федерацией спортивного туризма и гребного славы Владимирской области. И, конечно, сегодня очень важно популяризировать спортивные виды туризма. И нам сегодня очень важно, чтобы каждый школьник, который бы хотел себя попробовать в этом виде спорта, смог поучаствовать. Как на муниципальных, так и на региональных, так и на федеральных этапах вот этих вот замечательных президентских соревнований, состязаний, игр. Будем над этим работать.